Твиттер вдохновлял миллионы людей, разжигал революции и продвигал бренды. Но с крупнейшим департаментом полиции США хэштеги сыграли злую шутку. 22 апреля полиция Нью-Йорка призвала жителей города размещать в соцсетях фотографии, на которых изображены стражи порядка, и писать под фото хэштег MyNYPD. В течение дня на этот призыв откликнулись 110 тысяч человек. Хэштег стал популярным и превратился в виртуальную галерею со снимками, где полицейские Нью-Йорка применяют чересчур жестокие меры. Пиар-катастрофа привела к аналогичной ситуации в других штатах. Люди предоставляли данные о жестоких мирах полиции Лос-Анджелеса, Чикаго и Альбу-Кирке. Думаю, изначально это была хорошей идеей, но она возымела обратный эффект, учитывая репутацию полиции Нью-Йорка. Так всегда и было. Просто люди не могли открыть глаза и взглянуть на происходящее. Мне кажется, теперь они жалеют об этом. Это было плохой идеей. Полиции Нью-Йорка нужно избегать соцсетей? Нет. Критика поможет им улучшить свои методы. Компания в соцсетях, запущенная для продвижения положительного имиджа правоохранительных органов Нью-Йорка, не только возымела обратный эффект. Это произошло при наблюдении и участии всего мира. В Твиттере нет фильтров. С его помощью люди запросто могут выразить свои чувства. А это и есть то, что люди ощущают на улицах. Они ненавидят нью-йоркских полицейских, которые заработали ужасную репутацию своими действиями по отношению к жителям города. Народ возмущен. Люди чувствуют, что это реальность. Комиссар полиции Нью-Йорка открестился от фотографий в интернете, заявив, что большинство из них сделаны давно во время инцидентов, связанных с прошлым руководством. Но благодаря хэштегу MyNYPD всего за одну ночь всем открылась правда о жестокости полиции Нью-Йорка. Некоторые политики, возможно, посоветуют обществу не спускать этот скандал на тормозах.